полезный город здравствуйте эта программа полезный город в студии дарита пузлиева и представлю сразу сегодняшнюю мою гостью светлана попова адвокат кировской областной коллегии адвокатов светлана добрый день добрый день поговорим сегодня налогах даже я бы сказала об уходе от налогов да такая тема которая последние несколько недель гремела всех новостях попаяла в это новости в том числе и наша землячка блогера елена блиновская думаю все слышали об этой ситуации обвиняли если я правильно понимаю да светлана поправьте в том что дробила на бизнес для ухода от налогов давайте что это за схема насколько она законная ну да как следует из средств массовой информации естественно я с ее делом не знакома лично но вот как следует из средств массовой информации что ей вменяется не уплата налогов поскольку она создала некую налоговую схему уклонения от уплаты налогов путем дробления своего бизнеса то есть создана сеть аффилированных предпринимателей которые по сути продавали ее видеозаписи и так далее то есть но образом говоря насколько я поняла из средств массовой информации да действительно есть такое понятие дробление бизнеса но официального раскрытия не имея только исключительно мы можем понять и судебной практике что под этим понимается и писем налога фнс россии под дроблением бизнеса понимается налоговым органам создание структур сети нескольких юридических или юридических лиц или индивидуальных предпринимателей которые применяют специальные режимы налогообложения то есть это меньше ставка правильно я понимаю сейчас у нас четыре специальных налоговых режима но и естественно активно применяемые это упрощенная система налогообложения и патентная патентная система соответственно ставки намного ниже если бы например эти лица налогоплательщики применяли бы общую систему налогообложения у них налоговая нагрузка была бы ниже и цель создания вот этих специальных режимов это как раз нацелено для малого бизнеса чтобы они так сказать были в равной конкурентной среде и понимая обороты этих людей сферы услуг какие они оказывают численность персонала вот законодатель у нас ввел такой специальный режим например как упрощенная система налогообложения а вот смотрите да вот эти суммы которые по ходу дела там всплывают да в случае с блиновской это практически миллиард причем не за все все года ее деятельность а вот буквально там за какие-то последние да трехлетний или не помню налоговый период они как высчитываются то есть это просто разница уплаченных и неуплаченных налогов или ну в данном случае берется так сказать так называемое лицо налогоплательщик которого все прикрывают и к нему подсоединяют объединяет эту группу и доначисляет тому налогоплательщику которого эта группа прикрывает всю сумму дохода и облагают по общей системе налогообложения поскольку естественно они находятся выходят за пределы требований к налогоплательщику применяющему упрощенную систему налогообложения то есть если грубо говоря вместо одной компании у тебя там было 15-20 со всех этих 15-20 все это проще посчитают и накинут тебе к одному посчитают и соответственно естественно опять же нужно говорить что они конечно могут претендовать и на так называемую налоговую реконструкцию и те налоги которые были уплачены теми лицами они тоже должны учитываться иначе опять же будет нарушаться принцип законности налогообложения конечно это все будет учитываться а как вообще доказываются подобные вещи ну то есть как налоговая понимает что это не разные бизнеса один есть вот какие-то признаки ну нужно сказать что естественно прогресс наступил и в сфере так сказать налогового контроля у налогооргана теперь намного больше инструментов отслеживания вот таких недобросовестных налогоплательщиков и по мере так скажем развития вот этих инструментов раньше например смотрели что по одному адресу находятся все зарегистрированы расчетные счета в одном и том же банке менеджмент везде одинаковый либо значит соответственно там привлечены одни и те же юристы или одни и те же бухгалтеры или аудиторы одни и те же но соответственно это вот вот эти признаки были ip адрес единый применяется значит это были вот стабильными признаками к доказыванию дальше так сказать этот перечень расширялся в зависимости от того чем занимаются эти предприниматели или юрлицы допустим у них одни и те же поставщики одни и те же транспортные компании но то есть все это навевает мысли налоговому органу естественно и они делают такие выводы что это чистое дробление вот по своему опыту что скажете ну то есть стало ли налоговой проще доказывать такие дела насколько раньше тогда было распространено и насколько опасно это делать сейчас ну раньше естественно не был мы не были в цифре вот налоговый орган сейчас у нас другими инструментами пользуются не вручную это все делается это все подсвечивают назовем так программы применяемые налоговым органом ну и естественно вызываются люди в качестве свидетелей в рамках допустим налоговой проверки но люди естественно и рассказывают что и как на таких предприятиях или предпринимателей происходило кто кому чего поставлял и так далее а что обычно вот для налоговой я не знаю выступает каким-то красным флажком после чего они берутся за конкретного человека или компании естественно мы смотрим обороты максимальные и минимальная уплата налога это вот просто по красному скажем так вот ну естественно если мы берем юридическое лицо то естественно тоже что максимальный доход и тоже не низкая налоговая нагрузка то есть это уже показатель и проверяются связи то есть если мы даже возьмем обычную программу контур мы это увидим связи юридического лица либо предпринимателя с другими лицами а у налогового органа намного шире инструменты вот это расширение инструментов она приведет к тому что налоговая будет больше таких вот не только блогеров да то есть то что очистить то о чем сейчас говорят что налоговая взялась за блогеров но ведь кроме блогеров наверняка есть еще огромные пласты просто юридических предприятий да которые бесконечно там дробят бизнес ну я вот сейчас ожидать ли какого-то вот такого вот всплеска я всегда обычно говорю за всеми придут за всеми придут можно смеяться там долго что мы большие молодцы а вы вообще не большие молодцы кто платит полноценные налоги но вопрос времени вот я сейчас вижу тенденцию например мне вот как юристу адвокату когда специализируется в этой сфере видно понятно что следующие будут наверное те кто осуществляет свою деятельность в сфере крипты то есть доходы никто свои не показывает в этой сфере но зарабатывают мы так понимаем все хорошо потом интересуются уже я вижу агрегаторами агрегаторы это вот допустим вызов такси вызов соответственно доставки то есть доходы у агрегаторов и как физические лица получают эти доходы облагают ли они налогами то есть ну я думаю что просто будет инструментов становится больше это ведь не человек обрабатывает эту информацию все равно первично она идет из программы а всегда ли это незаконно нет естественно это вообще не всегда незаконно значит у нас дробление может иметь иную цель законная цель дробления это деловая цель достижения каких-то экономических показателей в своей деятельности то есть вот была ситуация в том числе ранее был завод у которой который естественно находился на общей системе налогообложения и он из своего состава выделил юридическое лицо которое осуществляло деятельность в виде столовой общественное питание и это столовая применяла спец режим соответственно налоговый орган посчитал что это именно дробление для цели минимизации налогов уплаты налогов но и доначислила соответственно все ушли в арбитражный суд арбитражный суд признал решение налогооргана незаконным поскольку именно деловая цель была выделение непрофильных видов деятельности и соответственно этот вид деятельности уже непрофильный самостоятельное юрлицо очень успешно осуществляло а это какой-то уникальный случай что это не уникальный случай это не уникальный случай то есть если мы подходим грамотно к вопросу так скажем для чего мы это делаем но может быть составе там холдинга какое-то одно направление другое это объяснимо это не одни и те же бухгалтеры это не один и тот же менеджмент осуществляет именно с точки зрения деловой цели значит соответственно все все объяснимо почему и как и экономический эффект доказываемый что он присутствует именно экономически не за счет снижения налогооблагаемой базы а как вообще предпринимателю понять есть ли у него закон на основании да для но к сожалению конечно человек не должен разбираться во всем вот когда ко мне например часто приходят строители они мне всегда я говорю да как же так получилось они говорят но мы умеем строить больше мы ничего не знаем поэтому если вы планируете свой бизнес вы выходите за периметры одного юридического лица но наверное предварительно нужно все таки посоветоваться со специалистами в этой сфере но вот посмотрите есть такой миф я не знаю не миф да что адвокат это уже когда все случилось что называется ну это конечно заблуждение мы и к врачам собственно ходим по когда мы заболели они в преддверии так сказать провести какие-то обследования соответственно но к адвокату нужно обращаться вот что вы планируете вы посоветуйтесь со специалистами обратитесь к адвокатам естественно просчитать тот и тот путь для себя принять какое-то самостоятельно правильное решение естественно нужно до того прийти я всегда говорю ну пожалуйста вы приходите до ну почему мы сейчас должны вот пожар тушить как то вот что то вот вот ну уже бегать по другим поводам если бы вы обратились своевременно обратились бы к специалистам к профильным по 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 отрасли то естественно может быть вам те советы как раз и легли бы правильного русла и вы в такую ситуацию не попали если налоговая проверка уже началась тут уже поздно пить боржоми или еще нет абсолютно так скажем ничего страшного опять же вот всегда советую одно и то уже но у нас вот есть допустим индивидуальный предприниматель применяющий упрощенную систему только доходы он свои расходы вообще не сохраняет я говорю ну господи заведите коробку кидайте туда чеки там товарные накладные то есть но он считает что ему не надо поскольку у него нет проблем а когда он выходит за обороты и у него общая система налогообложения вот те выброшенные бумажки что он понес расходы на приобретение того другого третьего они как раз могли бы помочь то есть это не какое-то злонамеренное действие человек просто реально сам не видит перед собой картинку естественно естественно то есть если бы он применил вот те расходы которые он понес и документально они у него были подтверждены это же все к вычету в период проверки идет для целей налогообложения и уплаченные налоги им по прежнему спец режиму они тоже учитываются налоговым органом то есть ну я всегда говорю либо ищите вспоминайте куда дели вот те бумаги может вы уже все таки их не совсем выбросили когда вы покупали я не знаю там какие-то активы для своего бизнеса там станки еще что то ну и давайте снижайте налогооблагаемую базу то есть не всегда ведь налоговый орган прав он ведь тоже может что то не знать к кому обращаться адвокат адвокату рознь ну естественно нужно обращаться к профильным адвокатам кто именно на этом специализируется я всегда теперь агитирую обращаться к адвокатам потому что адвокат связан с доверителем адвокатской тайной то есть мы не должны мы не можем не называть ни кто к нам обращался ни в связи с чем обращался и допросить адвоката практически невозможно только путем получения решения суда на это что допросить адвоката конкретно по его доверителю но вы с человеком будете весь весь процесс этот пройдете правильно естественно да естественно светлана попова адвокат кировской областной коллеги адвокатов была с нами в студии это была программа полезный город светлана спасибо вам спасибо вам очень приятно до свидания полезный город